Это похоже на гигантскую компьютерную игру. Огромный цеховой кран и длинная узкая змейка, огороженная сигнальными лентами. Это полоса препятствий, главный объект всеобщего внимания на конкурсе лучшей по профессии. 22 сотрудника нашей компании соревновались в мастерстве управления краном с использованием пульта радиоуправления. Задача не пролить, не коснуться барьеров, установить на точку по центру, затем заменить груз, взять груз и коробок спичек закрыть. Среди участников машинисты, а также те, для кого управление краном – вторая профессия. Впервые в конкурсе встретились не только петербуржцы с ЛМЗ и электросилой, но и представители совместного предприятия силовые машины Тошева высоковольтные трансформаторы, а также Калужского турбинного и Таганрогского котлостроительного заводов. Кроме искусства обращения с краном, участники конкурса должны были продемонстрировать отличное знание правил охраны труда, профессиональных инструкций, а также навыки оказания первой медицинской помощи. Это было командное состязание. Безопасность на производстве, альфа и омега всего рабочего процесса. И каждый должен мгновенно сориентироваться в любой опасной ситуации. Например, оказать помощь коллеге, которому внезапно стало плохо. Все участники конкурса признавались – медицина и теория и так отскакивают от зубов. Самое сложное – пройти змейку. В итоге кто-то задевал барьер, кто-то проливал воду из ведра, а кто-то мял коробок. Дистанцию прошел вроде бы нормально, но коробок чуть-чуть помял, поэтому немножко недоволен, конечно. В группе машинистов крана первое место занял представитель ЛМЗ Александр Овсеев. Второе место досталось Екатерине Макаровой с электросилы. Третье место – у Надежды Алексеевой, ЛМЗ. В группе совместителей победителем стал слесарь ЛМЗ Александр Киселев. Первый раз сталкиваюсь с таким пульт управления, потому что где я работаю, там другой и управление другое. К каждому крану надо привыкнуть, он особенный. Здесь мало подготовки к конкурсу, из-за этого было сложновато. Второе место у Дениса Судакова – слесаря ЛМЗ, а почетная бронза уедет в Калугу вместе с Валентиной Жуковой. Я в первый раз, да, вот за столько лет отработала на заводе, уже 23 года, да, вот, именно вот в своей должности, да, и я первый раз на таких соревнованиях. Мне очень понравилось, конечно, было, очень интересно было, да, и вот эта вот змейка, которую мы проходили с ведром, да, потом коробок закрывали этот, очень, но волнение было очень сильное. Но вы представляете, первый раз, вообще-то не хотелось дарить грязь лицом, это уж точно, чтобы мы не хуже других были, да. Всех участников конкурса наградили дипломами. Каждого лично поздравил директор электросилы Владимир Рапченя, а после всех ждало дружеское чаепитие и приятное общение с заслуженным артистом России, актером театра и кино Сергеем Кашониным.